Разрешение за 47 рублей или штраф в 4000. Выбор за теми, кто хочет срубить новогоднюю елку. Перворайские лесничие и полицейские вышли на тропу войны с нарушителями. Вместе с ними на защиту хвойных деревьев отправилась и наша съемочная группа. В лесах в окрестностях Первоуральска можно встретить следы зайцев, лисиц и белок. Но сегодня лесничих они не интересуют, ищут следы нарушителей. Как говорят инспекторы, перед Новым годом каждая тропа, каждая колея от снегохода могут быть оставлены похитителями елок. Если есть более лучшая доступность к дорогам общего пользования, можно потратить весь день, проезжая все маршруты. Где-то дорога, грубо говоря, зимой становится непроходимой. Поэтому уже идем пешком, это еще дольше. Лесничие и участковые сегодня отправились в рейд по охране леса, где есть дорога, осматривают из автомобиля. Если видят тропинку, заходят вглубь хвойного массива. Раньше больше вылазить, сейчас уже как-то люди оформляют и покупают. Сам лес ездит, мы обычно в лес езжем, показываем. Мы занимаем кварталы, знаем какие кварталы, где можно. За незаконную рубку нарушителям грозит штраф в размере 4 тысяч рублей. Лесничие советуют горожанам не рисковать, а обратиться к ним и оформить разрешение. В этом году метр новогоднего дерева стоит чуть более 47 рублей. В Белимвайское лесничество за два дня уже обратились несколько человек. В Новый год она будет пахнуть прям по-настоящему. Ну, а елку всегда выбираем большую. Вот сколько дома хватает, то есть 2,5 метра как минимум. А для тех, кто не может сам отправиться за живым деревом, в лесничестве устроят елочный базар. Правда, здесь цена будет выше от 400 рублей. Николай Свердлов, Екатерина Котельникова и Денис Кромцов. Новости Первоуральск.